Настоящее искусство должно возбуждать. Власти Новосибирска не будут переделывать каток, который прозвали фаллическим символом города. Что ж там за каток такой, выяснял корреспондент Комсомольской правды Вадим Алексеев. Каток в центре Новосибирска прославился на всю Россию и даже за границей по соцсетям качует его фотография. Получилось так, что вид сверху напоминает то, что хулиганы на заборах рисуют. Этот ледяной рисунок длиной метров в 50 светится новогодними огнями рядом с государственным театром оперы и балета. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, отвечающая в городе за культуру, прокомментировала радиостанции Комсомольская правда, что лед заливали по периметру сквера. Я даже сама попросила своих архитекторов поискать в мире, ну, есть ли аналоги, в мире миллионы аналогов таких скверов. Что случилось с нашими людьми, я не понимаю. О шутке горожан вице-мэр парировала в Фейсбуке. Искусство должно возбуждать, написала она. И искусство возбудило общественных активистов. Руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов написал жалобу на чиновницу в полицию и к ней же на работу в мэрию. Нас не столько возмутил этот сам каток, бог с ним, мало ли там, что на что похоже, а нас возмутила позиция чиновника мэрии, а именно вице-мэра Анны Васильевны Перешковой, которая опубликовала фотографию катка и, соответственно, комментарий, который объясняет художественные замыслы мэрии в реализации данного проекта. То есть если некий абстрактный Вася рисует на заборе символ плодородия, у него возникает административка. Ну, а если это демонстрирует чиновник на всю страну, позиционирует город вот таким вот экстравагантным образом, то почему-то ничего не возникает. В МВД ответят, вероятно, уже в следующем году. А пока версия психолога-сексолога Инны Чудиновой. Она считает, что это не контуры катка эротичные, а просто мы так их себе представляем. Если кому-то мерещатся какие-то фаллические символы в этом, в общем, они хотят это видеть, они это видят. Кто-то может увидеть, не знаю, конус мороженого, например. То есть тут дело восприятия. Мы же знаем, что над пошлым юмором легче всего, собственно, говоря, шестить и высмеивать. Когда человек не может говорить об этом серьезно, ему легче это высмеять, перевести все в шутку, в юмор. Записываем диагноз. Всем, кто посмеялся над ледяным достоинством Новосибирска, не хватает серьезных разговоров о сексе. Автор снимка Слава Степанов говорит, что с такой фантазией во многих его фотографиях можно неприличие разглядеть. У меня, если так постараться, по всем моим съемкам по стране можно наскрести такие аналогичные случаи, которые там с юмором связаны. С такими, особенно вот такого категория юмора. Прекрасный, между прочим, в принципе, каток и городок. Мне все там очень нравится. И весь негатив какой-то, если есть, связанный с этой историей, то жаль, что он появился, конечно. Но в целом я думаю, что резонанс все же больше положительный такой. На юмористической волне прошел. Через такой пиар, но все же о нашем городе лишний раз узнают. И, в принципе, если посмотреть вот смежные фотографии, ну, помимо той, которая вызвала шумиху, можно понять, что у нас, естественно, такой уютный, классный уголок, где мы встречаем Новый год, Рождество и так далее. Если за границей это смежно увидят, это другие фотографии, ну, будет же классно. Может и правда, ради новой достопримечательности в Новосибирск туристы поедут. Милости просим, только помните, зима в Сибири долгая, но не вечная. Площадь в центре Новосибирска будет возбуждать воображение максимум до марта. Сибири долгая, но не вечная. Сибири долгая, но не вечная. Сибири долгая, но не вечная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok